Первый предновогодний подарок брещанам – открытие гипермаркета нидерландской компании «Интерспар». Проект реализован закрытым акционерным обществом «Юнифуд» совместно с международной торговой сетью «Спар Интернешнл». Торговая площадь гипермаркета составляет 3500 квадратных метров. Это клиентоориентированный торговый центр, в котором человеку будет весьма комфортно. Сюда можно будет приходить всей семьей, а потому «Интерспар» можно считать домашним магазином. Очень многое зависит от наших сотрудников. Мы постарались сделать все, что можно. Построили хороший магазин, привели новые изюминки от мангала прямо в торговом зале. Еще блины готовятся, пончики для наших покупателей, тандыр, где делаются классные красивые лепешки. Покупатель может увидеть все, как все готовится. После годичной реконструкции официально распахнул в свои двери центральный универсальный магазин города Надбуком – современный уютный интерьер, расширенный ассортимент товаров, кафе, которое разместилось внутри торгового зала. Открытие Брестского ЦУМа после реконструкции, пожалуй, самое ожидаемое событие для горожан. Очень хороший обновленный ЦУМ. По сравнению с тем, конечно, что было, это, конечно, подарок городу, мы считаем. Все очень красиво. Но для покупателей здесь есть все. По сравнению с тем, что было раньше, вполне впечатляет. Ну, атмосфера просто очень крутая, и мне нравится продукция, и я довольна качеством и товаром. И появились новые магазины. А буквально вчера в микрорайоне Ковалева на улице Луцкой открылся второй фирменный магазин мясоперерабатывающего предприятия «Беловежские деликатесы». Нашей компанией было принято решение открыть магазин в этом районе. Предварительно, конечно, был изучен покупательский спрос. Видим сегодня наши полные витрины, большие очереди покупателей, поэтому я считаю, что решение было принято верное. Хотим сегодня предложить нашу замечательную вкусную продукцию. Продукция выполнена в белорусских традициях, поэтому я думаю, что к новогоднему праздничному столу абсолютно каждому покупателю она придет по вкусу. К открытию готовились не только руководство предприятия и обслуживающий персонал, но и жители улицы Луцкой. Ведь продукцию под торговой маркой «Беловежские гостиниц» знают, любят и ценят в городе Бресте и за его пределами. Изобилие мясных и колбасных изделий, полуфабрикатов в широком ассортименте, представленное на прилавках, порадовало и глаз, и душу, и карман придирчивых покупателей. Цена от производителя доступна практически каждому, а уж о вкусовых качествах и говорить не приходится. С продукцией «Беловежских деликатесов» на взгляд большинства присутствующих потягаться может не каждый производитель мясной продукции. Такой вывод делали прямо на месте, продегустировав представленный ассортимент. Продукция очень вкусная, к Новому году, это хорошо, что вы открылись к Новому году, будет все востребовано, очень вкусно. Все очень хорошо, нам очень понравилось, а самое главное, я тут живу, рядышком, и все красиво, успехов вам, надеемся, что все будет и дальше хорошо. Магазин иностранного общества с ограниченной ответственностью «Беловежские деликатесы» открылся, и чувствуется, что специалисты позаботились о том, чтобы удовлетворить запросы максимального числа покупателей. Мы недавно вышли на белорусский рынок и хотим наших покупателей, белорусских брещан, в том числе радовать нашей продукции. Наша продукция изумительная, она вкусная, доступные цены, Беловежский гостиниц, это колбаса разных видов, вашему вниманию предоставлено очень много сырокопченой продукции, вареные колбасы, рулеты, вареные запеченные рулеты и много всего другого. Это не последний подарок городу. В 2018 году распахнув свои двери еще две большие торговые точки. Впереди у нас открытие торгового центра «Материк» напротив торгового центра «Микс». Это будет 12 тысяч торговых метров. Великолепнейший торговый центр, который будет заниматься реализацией непродовольственных товаров, товаров для сада, для огорода. В первой половине будет открыт гипермаркет на Махновича, которым занимается фирма «Опродтовары». Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.